Всем привет дорогие друзья, с вами Марс, мы продолжаем проходить квестовый квест, квестовый квест, я логичен сегодня, простите меня за эту херню. Мы продолжаем проходить дополнение к Скайриму, квестовый мод под названием The Last Dragon, мы находимся на острове Нирна, у нас появились новые квесты, вот например пообщаться с охотником, потом мне нужно вернуться обратно к Мерсеру. Мерсер, а Мерсер у нас в таверне, в том зачуханном портов, потом нужно убить предателей на южном побережье, правда я не знаю где это, но я думаю сходу разберемся, маркеров как обычно нет, идем на остров. Так, так. Ты не из пиратской бухты? Лишние руки нам не помешают. Где? Где я видел этого охотника? А, вот он. Какова твоя цель на острове? Очередная шестерка моего брата. Следи за языком. Ты вошел в крепость моего брата, но самое главное, что ты вышел оттуда живым, поэтому ты либо убил его, либо стал его прилипалой. Ааа. Да я угадаю, новый шпион. Ааа, так может я его убью, а ты мне заплатишь, а? Вообще-то я хотел поговорить о встречном предложении. Хм, а ты будешь поумнее других. Но почему я тебе не верю? Думаешь меня так легко обмануть? Хотя мне бы не помешал напарник. Ладно, хочешь помочь мне? Хорошо, докажи свою верность. Убей советника Тарена. Это самый смышленый парень из его балдуев. Впрочем... Самый смышленый парень у Тарена не умнее вот этого стула. Убей его, и тогда, возможно, я поверю тебе. Без вопросов. То есть, я не могу просто пойти и... Нужно посоветоваться старым. Господи, что за лох писал эти бесхребетные? Писал эти, сука, диалоги, квесты. Ааа, ладно, неважно. Пойдем, пойдем. Задумка есть задумка. Мм? Нет. Ты. Он мне не доверяет. Хочешь, чтобы я убил твоего... Советника. Ха. Другого я и не ожидал. Можешь спокойно убить его. Он наскучил нам. Тенор разрешает. Спасибо. Но постарайся избавиться от него без лишнего шума. Понял. Иначе Тенор будет недоволен. Не хочу, чтобы мои люди принимали меня за подлеца. Ведь я не такой. Ну да, ну да. Мой друг бродит по причалу. Наверное, высматривает русалок. Не тяни, но и не убивай его слишком грубо. Русалок? Дебил, что ли? Хотя... Может, этот мод добавляет новых монстров? Две мирские двуручные мечи. Я его поднять почему-то не могу. Ну ладно. Русалок он высматривает. Мудак. Тут нормально, пацаны. Лучше. Выходи за стены города. Хотя что я несу, это и стеной назвать смешно. Что ты дергаешься-то? Пойдем. Дело сделано. Самое время сдаваться. Ну, советник мертв. И все-таки ты это сделал. Что ж ты доказал свою верность. Теперь моя очередь держать слово. Наш отец был отличным мечником, тактиком и соловьем. Да, тебе не показалось. Он был соловьем. Членом таинственного ордена, у которого была лишь одна хозяйка. Ноктюрну. Ну, я тоже соловей. Однако, отец был непростым соловьем. Он был хранителем скелетного ключа, и сама Ноктюрну благословила его за верность. Но годы шли, и мой отец сражался уже не столь ловко. Поэтому, когда годы взяли свое, он верил ключ своему верному другу и велел спрятать его в сумеречной гребнице. А сам отправился в дальнее плавание. Он не вернулся, пока однажды я не наткнулся на тайную комнату в нашем имении. В ней я и узнал правду об отце. Среди его принадлежностей я обнаружил карту. Даже сквозь годы он знал, что я догадаюсь о его прошлом и оставил мне свое наследие. Очевидно, не без помощи Ноктюрну. Я знаю, что гребница здесь. Поэтому помоги мне ее разыскать и забрать то, что завещал мне отец. Я согласен. Где начнем поиски? И я не знаю. Он определенно на этом острове, но записки о Сане слишком доброжелательны к непосвященным. Да и я еще не мечет во всем этом. Помни только эту фразу. Иди на свет Ноктюрну. Она укажет тебе путь. На свет? Это же ключ. Это единственное, что я знаю. Нарсил какой-то. Ладно. Что ты делаешь на этом острове? Я охочусь на всякую живность. Приношу мясо, а взамен получаю золото. Я понял. Ладно. Я получил ключ. Нужно идти к храму. Твою мать, к какому? Магическая субстанция, вход на болото, таинственная пещера, проход Таласа, забытый лес, северный разлом, вход в ущелье, ебаный каньон. Какой храм нахуй? Ладно. Пойдем. Пойдем. Вернем припасы. Что там? Лучше не выходи за стены города. Хотя, что я несу, это и стеной назвать смешно. У тебя даже оружия не было. Ну что, погнали? Конечно. Двадцать септимов. Гнида. Отлично. Так. Это все путешествие мне очень напоминает остров Солстейм. Ну да ладно. Отличная погодка, не правда ли? Как раз олицетворяет жизнь. Говно. Так. А где это, собственно, плавучая таверна? Вот там вроде. Пойдем. По-моему, этот как раз-таки капитан Мерсер где-то в этом. Именно в таверне был. Неразговорчивый. Ну ладно. А-а-а. Не, постойте-ка, постойте-ка. Это не то. Тут у нас капитан... Как его зовут-то? Капитан Леон. А Мерсер это тот, который с пистолетами. Который там что-то про сына говорил. А где же у нас этот корабль-то стоял? Где-то, где-то возле черного рынка, наверное. Вот там. Давай туда сбегаем. По-быстрому. Где-то здесь. Не помню. А нет. Это не тот капитан. Это то, что меня привез сюда. Для которого 12 тысяч золотых, это пшик. Тебе от меня что-то нужно? Отъебись. Не, подожди. Опять же не то. Где же этот сраный корабль? Это не он. Там вот не он. Интересно, где же он. Блин, я теряюсь. Это паршиво. Вот это вот он. Но как туда подняться? По стариночке. Сквозь текстуры, блин. Опять же не то, да? Да, это какой-то выход в сквирин. Ты опять пришел к этому чуваку. Отличная погодка, не правда ли? Как раз олицетворяет жизнь пирата. Да вы че, гоните что ли? Где? 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 Почему я тут потерялся? Почему я потерялся в ебаных трех соснах? Сраные пиратские нагромождения. Дэймон. Все готово. Да, мне их уже доставили. И ты доказал, что на кое-что способен. Поэтому я введу тебя в курс дела. Валяй. Как ты видишь, я собрался в плаванье, а не на простую прогулку. Я хочу найти своего сына Дэймона. Он пропал месяц назад, где-то возле берегов Хаммерфелла. Охереть, я туда не поплыву. До меня дошли слухи, что он нанял судно в Хаммерфелле и отправился на поиски легендарного города Нарсил. Я знаю, это звучит более чем глупо. Это же ведь всего лишь легенда. Но мне больше не за что ухватиться. Нарсил это же вроде меч. Я сделал много ужасных вещей в своей жизни. А Дэймон это единственное хорошее, что у меня осталось. В Абиссинаском море не так много островов. Абиссинасков. И у меня уже есть подозрение, куда именно отправился мой сын. Ну что ж, будем молиться, чтобы он не направился туда, куда я думаю. Мне нужна сильная рука и горящее сердце. Большего не смею требовать. Вот ключ от твоей каюты. Мы отходим на рассвете. Надеюсь, ты сделаешь правильный выбор. Вернул припасы. Нужно пойти поспать. То есть я подозреваю, что вот именно этот квест можно сделать только на этом материке. То есть на Нирне. А если я отправлюсь, то мне уже будет сюда не вернуться. Но он сказал, что он отплывает на рассвете. Да мать его ёб, это всего лишь условность. Остров сирен. Нужно пойти поспать. Нужно пойти поспать и поговорить с Мерсером. Так, блин, я же могу у него и на корабле поспать, да? Ну ладно, хер с ними, с квестами. Давайте-ка вот это вот пройдем. Чем быстрее, тем лучше. Я думаю, все-таки, если эти квесты нужно проходить, то, ну... Я их пройду. То есть и никакой переход в другую локацию мне не помешает. Откуда этот проклятый шум? Вперед на поиски. Нужно проверить нижнюю палубу. Вы кто? Что вы тут делаете? Мы... Прячемся. Только постой, не поднимай шум. Я уверен, капитан не слишком обрадуется, узнав, что на его корабле непрошенные гости. Давай заключим сделку. Мы приплываем на остров и тихо сматываемся. Ты нас не видел, капитан нас не видел и всем хорошо. Смекаешь? Нет. Я встретил странных людей, почему-то я их отпустил. Шикарно, шикарно. Ладно, не важно. Необычный камень. Понятно. От короны Варензии. Он будет не квестовым, поэтому насрать. Ладно, чё? Я вроде приплыл, поэтому ладно. Давайте пойдем наверх. Или дальше досыпать, или... Или что? Нет. Нужно дальше спать. Сколько можно? Откуда этот проклятый шум? Да, да. Мы прибыли? Да. И, кстати, ты так сильно дрыхнул, что тебя даже не разбудил шторм. Ладно, поднимайся на палубу. Хватит отдыхать. Ага. Давай, свали нахуй. Что за сбежка? Что-то у вас со светом перебои. Лампочки-то поменяйте. Мы прибыли. Как видишь, большинство моряков избегают этот остров. Оно и понятно. Здесь ведь куча подводных рифов. Стоит хоть раз отвлечься, и ты уже кормишь рыб. Прикольно. Также я слышал о прекрасных женщинах, чей чарующий голос доносится с острова. Можно, блядь, по-нормальному разговаривать вот, блядь. Скорее всего, ты найдешь здесь лишь парочку резекрабов и беззубой черепа. Можешь осмотреть остров и возвращаться? Не думаю, что на этом проклятом клочке земли хоть что-то есть. Но будь осторожен. Диего говорил, что видел две мирские развалины. А сам знаешь, от две миров ничего хорошего не стоит ждать. Их извращенные умы продолжают портить нам жизнь, даже после их исчезновения. Хоть бы звук почистили, честное слово, от шумов. А то пиздец какой-то. Шипит, блин. Как старая пластинка, потертая. Ладно, че. Ладно, без панта поплыли. Ну, че-то грязи крабов тут не особо много. Хотя я их слышу. Нужно продвигаться на остров. О, господи. Да, текстурки-то у вас классные. Тут че-то все затянуто. О, коноплю выращиваете, да? Ну, тогда все понятно. Выходите, Растаманы. О, имперский лагерь. Еще и старый. Паучья работа, понятно. ФПС какой-то дерьмовый на этом острове. Мимо. Ладно, че тут было-то? Железный меч усталости. Боевой молот, броня. Сплошные косточки. Непонятно, почему тут яйца корусов. Если тут жили пауки. Ладно, не важно. Я думаю, корусов я тут еще встречу. Не один десяток. А че я тут делаю вообще на этом сраном острове? Нужно обыскать остров. Все. Ой, подожди, там еще какой-то шум был. Что за шум? Я встретил странных людей и отпустил их. Ну, не знаю. Наверное, отпустил. Я бы, конечно, этого не стал делать. Я бы их прирезал. Ты че такое? Сирена. Стеклянные перчи и стеклянные... Сапоги. Че-то какая-то дряблая у тебя кожа. Мы хотели познать истину, но познали лишь боль. Я понял, это просто нашкребная табличка. Нашкребная. Вот это я, конечно, загнул. Нарезная. Нашкребная. Ебаный мод коверкает мое восприятие. Мы не ценили то, что имели и заплатили за это. Бывает. Так всегда бывает. Так, FPS, вернись, пожалуйста. Спасибо. Ебаный туман. Простите, если у вас сейчас проседание кадров где-то до 20-ти. Нарсил. А, у меня, по-моему, ключ от Нарсила. Согласен. Ой. Хера, там что-то бомбануло. Рабыня сирен. Узы предательства. Прикольный алтарь. Глупый, конечно, но прикольный. Да хоро. Хорош уже там бомбить. Не, блин, декорация прикольная, но этот туман это полный бред. Вы че тут делаете, балбесы? Ммм. Вот только потом не говорите, что мод этот нормально работает, ладно? Спасибо. За понимание. Финальная версия, блять. Ладно. Что это за место вообще? Слик. Склад, сокровищницы, руины, дворец. А это шо, пирс? Ясно, понятно. Ну, давайте на склад пойдем. Вдоль этого материка, по идее. Непонятно туда, по сути, не подняться. Тут какая-то магия есть, но мне типа насрать. Или нет? Ну, давайте заберем этот меч. А почему бы и нет? Сокровищницу. Нету. Нету ключа. Че за меч там? Ну, обычный, вроде двемерский, только там какое-то зачарование. О, боже. Поглощение восьми, здоровье. Что за говно? Могли бы уникальное зачарование сюда придумать, но, видать, не судьба. С крейтеркидом не дружили, пацаны. Еще не назвали его так узы предательства. Ни о чем. И, кстати, почему обычные скелеты тут рчат, как драугры? глупость? Глупость. Ладно. Не будем об этом. Ё-моё. Это же статуя из этого, из Иркентанта. Фалмер, да? Ладно, пойдем. Креатив. Угу. Даже и не слышали. Опять просто привозили пацана мечом в... этом... В ножнах. Просто привозили. А это что за место? руины. М-м-м-м. То есть мне бы желательно сейчас повернуть башню, пройти куда-то сюда. То есть по материку, да? М-м-м. Вот тут подняться и каким-то макаром пройти. Хорошо. Давайте так и поступим. У меня же там есть какой-то ключ. Вернее он был. Я хоть правильно иду. Но вроде да. Тут у нас только пауки. Угу. То есть ну пришел я по сути-то отсюда. А, о, там что-то было. Кто ты такой? У богов хорошее чувство юмора. Ты кто? Что за... Неужели я еще не тошел от грибов? Тысяча чертей. Похоже ты действительно настоящий. Мне кажется я не видел людей уже целую вечность. Ох, прости мои манеры. Видимо я здесь совсем одичал. Ты вообще-то в палатке застрял. Моё имя Дэймон. А твое друг... А, Дэймон. Точно. Почему тут Дэй... Дэймонд? Ты сын Мерсера? Что? Ты знаешь моего отца? Угу. Да, он вообще-то приплыл сюда. Его корабль на побережье. Я знал, что отец не оставит меня. И он еще тот морской черт. Достал бы даже Соблириона. Однако я недалеко от истины. Как тебе удалось добраться сюда живым? Ведь эти монстры бродят по всему острову. Каждую ночь я слышал их дьявольское пение и крики моей команды. Они не убили их сразу. Ну, видишь два клинка? Ладно, что ты имеешь в виду? Какие монстры? Так ты не встретил их? Слава Стендару! Похоже, боги действительно благосклонны ко мне. Эти монстры, они убили всю мою команду. Сирены, что ли? Каждую ночь я слышал предсмертный крик одного из моих людей. И сейчас их осталось только трое. Помоги мне. Откуда ты знаешь? Я не могу бросить их на этом острове. Я знаю, что я требую много, но по-другому я не в силах поступить. Эти люди верили мне и я в ответе за их судьбу. Будь осторожен. Этот остров гораздо опаснее, чем кажется. Убивай все, что движется. И пускай тебя не обманывают некрасивые слова, несмазливые лица. Голод и жажда истощили меня, поэтому я не в силах тебе помочь. Однако, в городе есть дух, который в свое время помог мне. Дух? Поговори с ним. Ну, еще кое-что. когда увидишь его, скажи. Пришло время исправлять свои грехи. Он поймет. Да приводит с тобой Талас, мой друг. Но я не встречал никакого духа. куда ты мне предлагаешь идти-то? То есть, все-таки я туда не дойду, да? Да хер там, я туда добегу. Хотя бы метку поставлю. Музыкальное оформление великолепно. То есть, как бы его нет. Спасибо за внимание. Это была чудовищная импровизация от меня. Привет. Пока. Грозовая трона. Ни хера. А сильный был Грозовой от Ронахта. Соли пустоты. Танец во тьме. Ну, знакомая книжка, но не более того. Че, со скуки подох, что ли? Бедняжка. Так я сюда пришел только что ради вас за пиздячень. Опять же креатива море. тут, тайная дверь какая-то. А, нет. Тут есть какой-то, по крайней мере, должен быть какой-то проход. Он почему-то не открылся. Или вот это вот он. Ага. То есть, ключа нет. Великолепно. в светилище зашел, а дальше шиш тебя. Ладно, пойдем делать квесты. Собственно, что? Это что такое? Это, наверное, не, это маяк двемерский. скей. Ладно, пойдем. Что же тут, что же тут, что же тут? Неужели я это место пропустил? Да. Его не было на карте, не мудренож я его пропустил. Пусть взяла покой. Привет. Пришло время исправлять свои грехи. И возможно, я найду успокоение. Я знаю, что ты пришел за своими друзьями, но многие из них уже мертвы. Я чувствую в тебе силу, так же, как и Дейдра. Дейдра. Некоторые называют их сиренами, но это лишь имена, которые не меняют сути. Они трусливы по своей природе, поэтому нападают не сразу. Сейчас они прячутся среди развалин, развлекаясь со своими прошлыми жертвами, но тебе стоит опасаться не их. Мол, а грунда, так зовут их госпожу. Ой, блядь. Она полубожество, который сидит в этом проклятом городе уже очень долго. Я тоже полубожество. Вот чего она жаждет больше всего. Чтобы убить ее, тебе придется сразиться с ней на ее же территории. Тогда возможно. Держи. Я был хранителем покоя в Нарсила. С помощью этих ключей ты сможешь попасть в любые покои и возможно успеешь спасти своих друзей. Неплохая у тебя тут оружейная. Ну, для начала, да? давайте возьмем, а вдруг пригодится. Этой книжке я не знаю, поэтому ну, что ж. то есть отсюда я пришел, значит мне куда-то туда, да? Или нет, или тут просто он живет, а все остальные где-то вот по тем подземельям. Похоже на то, похоже на то. Ну, да, тут же других дверей нету, поэтому мне, судя по всему, придется пройти по тем двум оставшимся. Светилище, дом, 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 склад. Вот. Точно, тут же еще склад этот есть. Отлично. давайте-ка заглянем на склад. Офигеть, дал он мне все ключи, дебил. Закрыто. Ну, ладно. нам. А это что? А, это просто пирс. Твоя душа станет частью нас. Субтитры делал DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok